Утро первых Новостями науки Денис Ситало Осень была ужасная, а книга была прекрасная Или наоборот Вы заметили, что в его последнем романе не было ни одного матерного слова Вредный книголюб Мария Лазарева расскажет, что не стоит читать скучной осенью от противного Начало рабочей недели встречает вместе с вами Николай Фомошин Доброе утро! Я приветствую всех, кто не просто после выходных готов начать рабочую неделю, а делает это вместе с НИКО ТВ Утро понедельника – лучшее время для разговоров о важном Ведь нам есть о чем поговорить Сегодня обсудим диабет, методы борьбы с ним, профилактику Поговорим о волонтерских движениях, о том, как сказки влияют или не влияют на воспитание детей И это далеко не все Поэтому оставайтесь с нами, это Утро первых Как всегда в прямом эфире мы начинаем прямо сейчас с выпуска новостей и прогноза погоды Более трех тысяч хвойных деревьев заготовят в Калужской области к Новому году Участки выбираются там, где их вырубка необходима и будет проводиться в любом случае Это территории, на которых расположены линии электропередач или газопроводы А вот самовольная вырубка ели на территории лесного фонда запрещена И влечет административную или уголовную ответственность В Дубае будут построены два небоскреба, представляющие собой вертикальный лес Здания будут покрыты десятками тысяч деревьев и кустов, а также теплицами и садами Отдельное внимание будет уделено проблеме сохранения воды, учитывая сухой климат страны Там планируется установка системы опреснения воды Дата реализации проекта пока что неизвестна Новая экологическая тропа появится в Калужской области Ее планируют создать в селе Трубецкое Тарусского района Сейчас идет работа над проектом Длина тропы создает примерно полтора километра Во время прогулки можно будет увидеть ель, которой больше двухсот лет Старую аллею и сад, а также различные виды грибов Добрая новость! 24-летнему африканскому пингвину сделали обувь, чтобы он больше не испытывал боль и мог нормально ходить У птицы из океанариума в Новой Англии диагностировали болезнь, которая не позволяла передвигаться Лечение заняло более двух недель и, к счастью, пингвина поставили на ноги Теперь благодаря специальным ботиночкам он постоянно ходит и явно испытывает от этого восторг Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как хорошо, что кто-то подумал о других Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! У меня очень много знакомых и друзей были волонтерами И я смотрела на них, и мне тоже хотелось сделать добрые дела и заниматься чем-то подобным Ну только это провокационный вопрос, добрые дела Но ведь все-таки мы же знаем, что участие в волонтерской движении это еще какие-то баллы дополнительные, да, я так понимаю, в школе Есть ли это, дает ли тебе какие-то выгоды, или является ли для тебя это также мотивом? Безусловно является, но волонтерство помимо того, что дает возможность как-то развиваться Также, да, дает баллы для поступления, но это, можно сказать, одна из плюшек Мне очень нравится, что в волонтерстве есть огромное количество мероприятий, в которых можно насторонне развиваться А вот давай тогда поговорим о них Сколько ты уже участвуешь туда, получается, если в 14 лет ты поступила, два года, да? То есть я уже больше года Больше года, угу В каких мероприятиях ты принимала участие уже? Что понравилось, что запомнилось? Есть ли в этом, может быть, какая-то рутина, которая, наоборот, тебе, ну, кажется, там, менее интересной и менее, может быть, даже важной? Угу Мы очень часто навещаем ветеранов Мы поздравляем их с днем рождения и другими различными праздниками Также мне очень нравится принимать участие в мероприятиях, связанными с детками, с ограниченными возможностями здоровья А то есть вы волонтеры Победы тоже участвуете? Это не только то, что связано с 9 мая? Да, да, конечно Так вот я недавно, например, принимала участие в спортивном празднике с такими детками И мы участвуем в сборе гуманитарной помощи в супермаркетах вот тоже достаточно часто Это вот так вот одни из масштабных мероприятий Слушай, а вот ты сейчас сказала, что, получается, я просто не рассматривал контекст у волонтера Победы Это еще такой, ну, широкий круг помощи Тогда немножечко об этом движении, насколько я знаю, оно было создано к 70-летию Победы, то есть 2015 года Сейчас там несколько сотен тысяч уже участников, ты одна из них А чем вообще занимаются еще, какими направлениями занимаются волонтеры Победы? Ну, у нас в волонтерах Победы есть несколько направлений Это как медиа Победа У нас есть участники движения, которые занимаются, ну, медиа То есть пишут статьи, снимают видео Также есть много других направлений Но вообще у нас очень много разносторонних мероприятий Например, мы сопровождали летом кубок по спортивной гимнастике Я была в наградной группе, то есть это тоже был для меня рост Мне очень понравилось Также, да, вот как вы сказали, мы принимаем участие в мероприятиях, связанных с 9 мая Тоже огромное количество, и в основном делаем упор на это И вот, например, одно из моих любимых мероприятий Это Вальс Победы Да, кстати, ты предусвещаешь, да, мой вопрос А вот все-таки за каждым, ну, наверное, волонтером, волонтерским движением Какие-то не только события, еще какие-то истории Вот что тебе, может быть, из твоего опыта, еще не такого большого, но важного Запомнилось, да, какое направление мероприятия? Ну, мое самое любимое мероприятие – это Вальс Победы Он проходит каждый год 2 мая в 15.00 И вообще эта дата выбрана не случайно, потому что как раз к 15 часам Началась массовая сдача немецких войск в плен И это очень красивое и трогательное мероприятие, оно мне очень нравится То есть ты, получается, один раз в нем принимала участие, именно как координатор Какая была твоя функция? Я танцевала А, танцевала? Да Супер А у тебя еще, вот я заметил, какой-то есть бейджик, который тоже относится к какому-то мероприятию Можешь пару слов об этом? Конечно Недавно, с 4 по 7 ноября у нас прошло… То есть совсем буквально неделю назад? Да, 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 буквально, вот недавно я приехала в Калугу У нас проходил Всероссийский слез школьных отрядов волонтеров Победы Это очень такое престижное мероприятие На него более месяца проходил отбор И приезжали ребята со всей России Мне, на самом деле, очень понравилось на этом мероприятии Это так приятно осознавать, что вот ты находишься в кругу ребят, которые занимаются тем же делом, что и ты То есть ты чувствуешь себя равной среди лучших И это прекрасно Да, ты права Слушай, а вот сегодня понедельник, я так понимаю, что у нас уроки начинаются уже, да, через часик Ты у нас здесь Неделю назад ты, получается, была на этом мероприятии Не мешает ли это школьной? Ты в 9 классе, у тебя же так будет ОГЭ И как вообще родители к этому относятся? Родители меня полностью поддерживают Потому что они знают, что даже если я пропущу школу То в дальнейшем я перепишу все конспекты Сделаю всю домашку И это никак не мешает мне Я уже 8 лет круглая отличница Ну ты большая, молодец Поэтому спасибо тебе за то, что ты делаешь Очень классно, что ты пришла сегодня к нам Пусть все складывается замечательно Ну а мы двигаемся дальше И немного поговорим про науку С кем? Вместе с Денисом Ситало Прямо сейчас Привет, друзья После долгого перерыва я снова к вам вернулся с интересными, как мне кажется, новостями науки Сегодня я расскажу вам о том, почему ученые советуют поменьше ковыряться Пальцем в носу Как из эритроцитов хотят сделать троянских коней И из каких необычных материалов предлагают делать беспилотники швейцарские инженеры Итак, обо всем по порядку Как могут быть связаны указательный палец и болезнь Альцгеймера? Оказывается, через нос А точнее, через обонятельный нерв Все дело в том, что этот жгутик из нервных клеток связывает напрямую воздух в носу с головным мозгом При этом не действует так называемый гематенцифалический барьер Который не позволяет микробам и токсинам проникать в нервную систему из кровеносных Конечно же, этой лазейкой с радостью пользуются бактерии и вирусы По крайней мере, у мышей Ученые из Австралии в своем исследовании доказали Что один из главных возбудителей пневмонии у человека Способен добраться до мозга по обонятельному нерву И вызвать там тревожные изменения в нервных клетках Хотя мы с вами об этом уже и так знаем с 2020 года Когда тот самый обонятельный нерв фигурировал почти в каждом выпуске новостей Так вот, конечно же, вторжение патогена не может бесследно пройти для организма В нервных клетках происходит отложение бета-амилоидов Предполагается, что они участвуют в противомикробной защите нервной системы Но также отложение бета-амилоидов Одна из отличительных черт развивающейся болезни Альцгеймера Пока что исследование проводилось только на мышах Но группа ученых планирует проверить свою теорию в скором времени и на людях Причем же здесь указательный палец, спросите вы меня А дело в том, что проводя изыскательные работы в своей носовой полости Человек может повредить нежную слизистую оболочку Которая создает хоть какой-то барьер для бактерий, способных через обонятельный нерв добраться до мозга Кстати, возможно в скором времени бороться с заболеваниями нервной системы Такими как болезнь Альцгеймера Будут помогать наши собственные эритроциты Ученые из Канады придумали способ, как использовать их для доставки лекарств в нужное место А конкретно антибиотиков к патогенным бактериям Вы наверняка знаете, что бактерии выработали устойчивость ко многим антибиотикам Но есть некоторые сильнодействующие, которые пока еще им не удалось победить Например, полимексин В Очень сильный антибиотик, к которому у бактерий все еще нет устойчивости Но его врачи назначают как последнюю меру В связи с отрицательным воздействием на нервную систему и почки Ученые из Канады придумали оригинальную идею Наполнять этим сильным препаратом эритроциты Предварительно убрав из них содержимое Встретившись с бактерией, эритроцит выпускает лекарства и та погибает При этом эритроцит можно обучить воздействовать на конкретный патоген Снабдив его оболочку специфическими антителами Такой способ позволяет обмануть иммунную систему И преодолеть тот самый гематоэнцефалический барьер Который не пропускает лекарства в нервную систему, считая его токсином Что ж, как говорится, все гениальное просто Ну и наконец, интересный способ доставки провизии Заблудившимся или пострадавшим в результате природной катастрофы людям Предложили швейцарские инженеры Одна из самых актуальных сфер применения беспилотников Это помощь затерявшимся в труднодоступной местности Но, к сожалению, такой летательный аппарат не может нести большой груз А операция по спасению порой занимает длительное время Так вот, в Швейцарии предложили делать дроны из еды Точнее, из рисового печенья Характеристики которого близки к вспененному полипропилену Применяющемуся при изготовлении крыльев беспилотников Получается, еда несет себя сама на съедобных крыльях Которым приделан пока еще не съедобный мотор Вдобавок можно прицепить еще около 80 грамм сушеного белка и витаминов Интересным был способ изготовления таких крыльев Чтобы соединить отдельные печеньки Их нарезали на шестиугольники с помощью лазера А затем склеили съедобным желатином Вообще, мне кажется, идея очень перспективная Например, машина из еды Поехал с семьей на пикник в седание А вернулся уже в кабриолете На этом все, друзья Не скучайте и берегите носы Пока Именно 14 ноября, 115 лет назад, родилась Астрид Лингрен Известная шведская писательница, подарившая миру Пеппе Длинный Чулок Эмилия Карлсона, который не только живет на крыше Но и своим поведением смущает некоторых взрослых Вот, допустим, в Швеции он такой, скорее, негативный герой Который прививает какие-то плохие привычки Да и, в принципе, в других странах у нас говорят о том Что он отрицает семейные ценности и является плохим примером Могут ли сказки быть действительно плохими? Поговорим с клиническим психологом Нашим дружественным психологом Ириной Макаренко Ирина, доброе утро Доброе утро Ну и так, все-таки скажите Что не так с Карлсоном? Или все-таки что-то не так с теми, кто хочет его запретить? Очень правильный вопрос Все так с Карлсоном И здесь, мне кажется, вопрос Вы знаете, в психологии это называется Гиперинтерпретация Это называется Я тебе скажу, а ты не интерпретируй А если совсем-совсем переводить на русский Это натягивать сову на глобус Давайте не будем этого делать Сове очень-очень нехорошо от этого Вот, в принципе, то есть Карлсон Вы, кстати, вот сказали И мне вспомнилось, что Вот любят даже во взрослых передачах Там вот сказать, что Карлсон, он эгоцентрик У него истероидные преувеличения Потом дядя Федор А почему он дядя? А почему он вообще заселился с животными Не в свою постройку? Мало ли что там написано Он с ними разговаривает и понимает их И понимает их, и сбежал от родителей Да, да, да То есть тут можно как бы накрутить столько сюжетов Можно, но нужно ли? Совершенно верно, нужно ли Тут можно и половину уголовного кодекса Административного и семейного Вообще тут как тот же Карлсон Мужик без ведома родителей Тусуется с ребенком маленьким Да, однозначно Статейчик сразу Конечно, две Как минимум я уже насчитала Но не суть Смотрите Правильно говорят, что красота в глазах смотрящего Здесь все то же самое Здесь вопрос того, что ты ищешь И вопрос, для чего ты ищешь Потому что вот сейчас наинтерпретировать Можно всего чего угодно Но вы правильно задали вопрос А зачем это делать? И мне кажется, это больше делается, знаете, от страха Я бы, наверное, проинтерпретировала Мне было бы интереснее тех людей Которые так интерпретируют сказки То есть для клинической психологии Это было бы более интересно А вот поговорим про сказки У меня есть книжечка У ребенка взял своего же Ноль плюс Так Классика Все здесь есть Вот мы открываем Прямо куда Вот прям открыл Прямо красная шапочка Давайте Ноль плюс У нас здесь бабушку съели Так Внучку съели Так Пришел охотник Вспорол брюхо Так Это все, что вы запомнили из сказки? Да Гензель и Кретель Да Опять же Вот здесь я прям процитирую Что, во-первых, дети были голодные Их травили голодом А потом бабушка, которая на самом деле не такая-то и добрая Сказала Заходите в дом, детки Я вам кое-что подарю Сказала она Но как только брат с сестрой оказались Втрезала ведьма Тут же заперла их в клетке Сегодня же и жарю этих детишек в печке Сказала она А потом и жарили ее, эти дети Они как освободились Ну как-то Жестокость порождает жестокость Слушайте, ну это какая-то интерпретация Знаете, поработаем с вами после передачи Называется, да? Нет, ну то есть вот в принципе Можно ли ребенку еще нет трех лет Вот, ну, про такое рассказывать И опять же, нужно ли Потому что у нас есть такая же книжка Про красную шапочку Но там бабушку спрятали в чулан С внучкой все хорошо Охотник даже не понадобился Разрулили все мирно Давайте тогда начнем с того, что такое сказка 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 ложда в ней намек Да, добрый молодцем урок Это вопрос Это способ передачи информации Способ передачи способов действительности В метафорическом плане Это то, что воспринимается Как метафора Воспринимается Как аллегория Воспринимается Как рассказ о ком-то Для размышления О своей собственной жизни И я не стала бы убирать Вы понимаете, ребенку В определенном возрасте Съел волк Или закрыли в чулане Это одно и то же Это вопрос того, что на самом деле Что побеждает? Побеждает добро Побеждает добро, да Что нужно быть внимательным Что нужно быть открытым Что нужно быть добрым Что действительно может быть Задуматься о том, чтобы одному и не гулять Вопрос в том, какие потом Ребенок задает вопросы В сказке же очень много пластов информации Много интерпретаций Если воспринимать сказки Как именно, я не знаю Перечисление статей Всех кодексов, которые перечислили мы То получается, что наш мир с вами Это только эти кодексы и более ничего Когда мы пытаемся запретить Все многообразие мира А в нем есть совершенно разные проявления Это вопрос к нам Что с нами не так? Что с нашей дефицитарностью? Почему мы так боимся жить Что мы пытаемся вести цензуру Даже на сказки? Откуда такой невероятный страх Перед многообразием жизни? Почему мы боимся с детьми Разговаривать открыто О том, что мир Настолько интересен Настолько разнообразен И все это фантазии Дети прекрасно фантазируют И я вас уверяю, что Если мы включим телевизор И посмотрим определенные передачи Если мы будем смотреть определенные фильмы Тоже с маркировкой Ноль, плюс, шесть, плюс Вряд ли мы увидим меньше жестокости Нет, ну это безусловно Но мы же как родители можем выбирать И выбирать для детей лучшее И здесь возникает вопрос Все-таки лучшее Где съели бабушку А потом вспороли брюхо Или где бабушку спрятали? Вы понимаете, что на самом деле И то, и то одно и то же Где бабушку спрятали Ее изолировали Мы можем натянуть депривацию Мы можем натянуть потом Социальную изоляцию Которая ведет к психическому расстройству И, в общем-то, да, непонятно что Нет, разговаривать с детьми О том, как устроен мир И что он дуалистичен В определенной степени Необходимо И разговаривать метафорами Это самое безопасное Мы не можем совершенно не готовить детей К тому, что будет происходить Потому что, поэтому сказки Это как раз именно способ поговорить О страшных, в том числе, вещах О том, что происходят Совершенно, может быть, неприятные вещи Но добро всегда побеждает Сказка чем хороша? Она говорит о том Что есть масса способов Победить зло Иногда можно подождать Да, как русские сказки Тот же самый Емеля Нужно просто подождать свое время Иногда необходимо бороться Но никогда не нужно отступать Никогда не нужно пасовать перед злом Бороться, искать, найти и не сдаваться Да, никогда не закрывать на это глаза Наоборот, принимать мир в этом многообразии И находить себя там Посмотрите, в сказках и дети И колобок, и красная шапочка Это очень деятельная натура Которая не говорит Боже мой, как страшно жить Давайте мы не будем бабушку убивать А будем только запирать ее в челане Давайте никому ни о чем не будем рассказывать Сказки учат нас быть смелыми В своей собственной жизни И творить свою собственную жизнь Поэтому я за сказки в любых ее проявлениях Тем более, как бы здесь все-таки бабушку убили И это потихоньку готовит уже к достоевскому К депрессии и так далее У нас потом вышла, по-моему, точно так же Из живота волк вполне довольная жизнь Раскольников, может быть, да, начитался Думает, ну и здесь прокатит А нет, уже не получилось Вы знаете, почему я это еще спрашиваю? Потому что мне кажется, что это способно породить Какие-то страхи Вот у нас есть книга У взрослых? Нет, нет, подождите Вот книга есть с папой Буря не страшна У нас есть Про медведей И вот моему ребенку, мне кажется, в голову Никогда бы не пришло, что буря можно бояться Ему вообще нравится, что он не грохочет А теперь он какая-нибудь дождь начинается Будет буря, буря, нужно прятаться Вот не породила ли сказка у него страх? Вы знаете, сама сказка страх не порождает А вот то, как ее рассказывают И какие навязывают, может быть, взрослые смыслы в этой сказке Вполне может быть Вот про бурю я не слышала сказку Но после передачи обязательно ее почитать Да, с папой буря не страшна Ну, смотрите, а что вы сказали? С папой буря не страшна То, что грохочет гром, что находится гроза Это вообще страшное явление Да почему? Отличное явление Мы же уже не в пещере живем Конечно Чтобы узнать, что мы уже живем не в пещере И что такое гроза на самом деле Необходимо вырасти В маленьком возрасте это может напугать А когда ты понимаешь, что что бы ни случилось И даже случилось то, что ты не можешь контролировать Но есть папа То есть эмоционально близкий человек С которым что-то не страшно Ты можешь преодолеть что угодно Я за сказки И я боюсь, что скорее пугает она взрослых Мы пугаемся по сути своей ограниченности Мы почему-то заранее боимся То, чего сами придумали для своих детей Поэтому ограничиваем их в их фантазии Но какая-то не очень себе история Вот, еще не могу не спросить Сейчас есть целая категория сказок терапевтических Сказок, которые советуют ваши коллеги-психологи И вот здесь, допустим, не хочет делиться Не хочет ложиться спать И вот здесь как раз про не хочет делиться То есть, да, как он не хочет делиться с игрушками Но здесь в середине есть такой момент Что в какой-то, в один случай Он просто игрушку ворует у друга И вот мне кажется Моему ребенку даже не приходило в голову Что так можно А благодаря терапевтической сказке С рекомендацией психологов Он узнал про воровство Как вы относитесь к такому жанру? Очень хорошо отношусь к этому жанру Более того, терапевтические сказки Есть и для взрослых и детей В психологии вообще есть направление Сказкотерапия Которая занимается как раз диагностикой Очень интересно, что человек почерпнул из сказки И как он им пересказывает И занимается коррекцией Даже достаточно серьезных девиаций И терапевтической практикой Ребенок обязательно знает о воровстве Когда-то Мне кажется, очень терапевтично Узнать об этом именно вот так метафорически Иметь возможность заранее обсудить с родителем Тем более, что опять же Там потом совесть пришла к мышонку Он принес игрушку Они стали играть вместе Конечно, конечно Понимаете, желание забрать что-то у кого-то К сожалению, присутствует у каждого человека Вспомните, у вас в детстве тоже такое желание было И было бы очень здорово, чтобы всем нам вовремя читали такие сказки Чтобы мы знали еще не то, что это делать просто плохо Потому что так сказал кто-то из взрослых А про совесть и про доброту Потому что сказки, они дают самое главное Понимание доброты Понимание, что единственная ценность, которая есть в нашей жизни Это гуманизм, уважение и доброта У нас, к сожалению, не остается времени Но я не могу не спросить Вы такая позитивная, так настроенная Какая у вас была любимая сказка в детстве? Пеппи Длинный Чулок Почему-то я не удивлен Спасибо большое, что вы вновь сегодня пришли к нам Ну а мы двигаемся дальше и продолжим литературную тему Вместе с Марией Лазаревой А помните вот этот вот стишок? Погода была прекрасная Принцесса была ужасная Другое дело, что осенью все чаще всего происходит наоборот Ну что, может быть, вместо того, чтобы шастать под дождем и зябнуть на ветру Взять, да и прочитать какую-нибудь книжку? А что? Можно Но нужно ли? Главное событие российского книжного мира Это, конечно же, выход в свет нового романа Виктора Пелевина Вне зависимости от того, существует ли этот персонаж или нет Что еще больше, кстати, подогревает к нему интерес Выход каждого его нового произведения – это сенсация А тут еще такая обложка провокационная И такая аббревиатура в заголовке тоже За что мы любим Пелевина? Ну, во-первых, за то, что он всеми фибрами своей писательской души Тянется в современность И связывает самые актуальные события Очень такими любопытными ниточками А с другой стороны, он своими культурными щупальцами Проникает во многие-многие слои Подтягивая и мифологию, и всякий прочий постмодерн Даже хочется образовываться, если ты читаешь Пелевина Ну, или просто развлекаться Кстати, вы заметили, что в его последнем романе Не было ни одного матерного слова За что ему отменят твердая пятерочка Второе событие, оно скорее привязано к дате Стивену Кингу 75 лет Живи, старина Стивен, еще долго и счастливо Пиши свои прекрасные, ужасные книги И знаете что? Заметили ли вы, что у Виктора Пелевина и у Стивена Кинга Очень-очень много тематических точек соприкосновения? Они берут из современности именно те явления Которые хочется рассмотреть с разных сторон Ну, это однозначно Другое дело, что Виктор Пелевин, он как художник Скорее абстракционист Тогда как Стивен Кинг, он гиперреалист Если вы сейчас попытаетесь мне возразить Что, ну, полноте Ведь у Стивена Кинга постоянно есть в романах что-то потустороннее То какая-нибудь мертвая зона То телекинез То лангольеры, пожирающие время Ну да, есть А все остальное это мега реально Особенно в моменте отношений между людьми И того ужаса, который может возникнуть Из-за того, какие мы бываем настоящими Итого Вопросы есть А ответы не очевидны Очевидно, что осень это лучшее время для того, чтобы читать Для того, чтобы как-то приподнимать хотя бы на ступенечку свой культурный уровень Для того, чтобы ваш культурный багаж Это была уже не ручная кладь, а довольно серьезный чемодан Можно ли его нагружать современными авторами Или лучше отдать предпочтение тяжеловесной классике Решать, конечно же, вам Но если вы до сих пор мучаетесь в выборе Ну что ж, да не читайте Пускай этот самолет летит куда-нибудь без вас Буквально через несколько минут с нашим медиаэкспертом мы обсудим новости Но чтобы было что обсуждать, нужно сначала их посмотреть Новости и прогноз погоды в эфире Утро первых Россияне рассказали о самых любимых книгах, которые чаще всего перечитывают Рейтинг возглавил Роман Булгакову «Мастер и Маргарита» И серия книг о Гарри Поттере Среди русской литературы на второй строчке оказался Евгений Онегин Третье место у серии исторических детективов Бориса Акунина Среди зарубежных книг второе место присвоили детективу Шерлок Холмс А Джейн Остин и ее гордость и предубеждение замыкает тройку лидеров Почти 3 миллиарда рублей потратят в Калужской области на ремонт дорог в 2023 году Всего планируется отремонтировать 172 километра дорог Это 18 объектов в 13 районах области Также начнется капитальный ремонт двух мостов Через реку Росвянка в селе Росван и мост через реку Суходрев На окружной дороге Калуга-Дечина-Малый Рославец Болид «Феррари», на котором Михаэль Шумахер завоевал шестой титул чемпиона мира в Формуле-1 Продан на аукционе Автомобиль ушел за 13 миллионов франков Годочный болид был продан по рекордной цене Изначально его стоимость оценили в 7,5 миллионов долларов Он не стал главным конструктором ракетной техники А посвятил свою жизнь спасению людей Андрей Королев – хирург-травматолог с мировым именем И очередной гость программы «Карт-бланш» Королев в деталях опишет журналистам звонок Илону Маску И даст самый главный совет, как сохранить свое здоровье Ответы на эти и другие вопросы смотрите сегодня в 20.00 на телеканале Ника Пенсионеры вытесняют молодежь в социальных сетях С начала года число пользователей, например, в ТикТоке, старше 55 лет, увеличилось в два раза Теперь доля пользователей старшего и среднего возраста достигает 32% А активность молодой аудитории уменьшилась на 45% по сравнению с прошлым годом В других социальных сетях также наблюдается прирост пенсионеров Продолжение следует... 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 перспективное открытие, развитие предприятий по производству тех же самых дронов и беспилотников. А это не только, да, вы понимаете, сам дрон как таковой, это во многом программное обеспечение, и те, кто этим программным обеспечением может написать, а потом и управлять этим. То есть через игру учимся и переходим на более серьезные вещи. Конечно, а там, знаете, а дронов, донейрохирургия, которая тоже завязана на эти технологии недалеко. Да, вы знаете, дети наши все, детьми занимаются с точки зрения IT, но это еще не все. Курс по начальной военной подготовке появится в школах уже со следующего года. С этим заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Планируется минимум 140 часов, занятия не урочные, но вот у меня возникает вопрос, во-первых, ну что про это уже известно, как это будет реализовано. И все-таки в 21 веке не является ли это таким тревожным намеком, что эти навыки понадобятся и что будущее весьма туманно? Ну, слушайте, в любом веку, если дети помимо ОБЖ, да, хорошо изучают историю, понимают, что такие навыки нужны были. Да, и это дело не в том, что 18 или 21 век на дворе. Жаль, что не раньше, могу только сказать. Ну, сейчас-то постфактум, да. Мне на самом деле даже обсуждали вот в субботу на открытии Кибер-Айена совмещение таких вот занятий, да, когда ты можешь и поиграть, что называется, а большинство игр связано все-таки с такими, ну, с войной, можно сказать, да, и посмотреть это вживую, совместить соревнования вот по, допустим, там, армейской подготовке, да, и компьютерным играм, чтобы понять, насколько далеко или близко от реальности. Ну, а мы так как-то, ну, гуманизмом, он не является ли это вот такой, ну, милитаризацией общества? Да нет. Нет, ну, в принципе, добавить нечего. И он дальше. В законодательном собрании Калужской области прошло заседание комитета по бюджету, новые категории в связи с военной операцией специальной, новые категории льготников, новые выплаты. Кому что полагается теперь? Ну, выплаты те же, категории новые, то есть жизнь, как обычно, сложнее, да, и действительно, помимо родных детей, участникам СВО, которым сейчас у нас обеспечивается бесплатное двухразовое питание в школах, о чем губернатор несколько месяцев заявил из аксобрания, потом сразу же оформил это в закон, теперь в том числе будут положены эти выплаты и детям, и женам бойцов, которые не в браке, да, не в первом браке. Вот, помимо этого, у нас много студентов, которые учатся не в Калуге, да, и те, кто, у тех, у которых их близкие терпели тяжелые увечья или погибли в ходе СВО, они тоже будут получать ту самую стипендию, на которую было изначально для поддержки рассчитан. Это какая-то временная мера, ну, или сложно пока правильно сказать, это какая-то временная мера, или планируют, что все-таки тут новые категории, которые новая нагрузка на бюджет, но это, соответственно, такие реалии времени. Ну, реалии времени, да, и новые категории будут обеспечены этими мерами поддержки. Так, опять же, тоже для максимального круга это может быть актуально. Президент внес в Госдуму поправки в законопроект о российском гражданстве. Вообще, в последнее время много говорит о том, что кому его давать, кому не давать, и теперь еще у кого забирать. Что здесь новое, что можете сказать на эту тему? Ну, действительно, было очень много в ходе СВО, да и на самом деле и до СВО было не меньше, если кто-то помнит, попыток и стараний как-то дискредитировать российское гражданство и в целом знаки страны, да, флаг, например, гимны и так далее. Поэтому, ну, и самое, знаете, очевидное решение по этому поводу, ну, не нравится тебе, чего ты тогда ждешь, да, сам откажись от гражданства и живи как тебе угодно. Но, насколько я знаю, ни одного такого человека не было. Всем почему-то удобно, комфортно в российском гражданстве, при этом как-то его всячески ругать. Ну, теперь, да, действительно, президент внес поправки в законопроект, который предполагает расширение, так скажем, да, оснований для лишения российского гражданства. И тут действительно вот дискредитация российской армии и призывов к нарушению территориальной ценности. Вы знаете, тоже это сразу, прошу прощения, вас перебью. Такие вот дискредитации российской армии и фейки про российскую армию. Это такие новые у нас статьи, и вот это законоприменение, оно достаточно размыто. Не будет ли здесь, ну, это такой лазейкой для такого некорректного права применения? Потому что, может, так не угодно. Ну, я не считаю, что здесь что-то размыто довольно четко, понятно любому взрослому человеку, что фейки и дискредитация действий российской армии, ну, где они есть и в чем они выглядят. И я не думаю, что здесь кто-то испытывает какие-то затруднения, когда он может поддерживать какие-то фейки, выбрасываемые, да, с Украины, с Запада, считая, что это там правда или это некая альтернативная версия. Ну, нет, на самом деле. Человек, который там не находится, очень странно, когда с полной уверенностью утверждает, что это было, что приписывают российской армии. У нас есть еще одна новость, она более позитивная, касается спорта. В принципе, спорт развивается в Калужской области, но, к сожалению, времени на ее обсуждение уже нет. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Ну, а мы двигаемся дальше и не оставляем тему новостей. Новости, которые дома не поймут вместе со Степаном Амелиным. История успеха американца, который построил актерскую карьеру на ТикТоках, нейросеть, способная определять настроение пользователя по тому переписке и новинки из мира виртуальной реальности. Все это не только в свежем выпуске, которого дома не поймут. Звезда этой недели – американец Джош Нелли. За последние 12 месяцев он снял на телефон и выложил в ТикТок более 300 видеороликов, которых исполнил роль мертвеца. Согласен, звучит мерзковато, но в этом есть доля иронии. Мужчина делал это неспроста. Мечта с детства Джона – стать актером. Но, как известно, попасть в Голливуд не так-то просто. Он решил пойти нетрадиционным путем. Мужчина упорно старался на протяжении года исполнять мертвую роль в своих мрачных видео. Все для того, чтобы пробиться в большой кинематограф. Благодаря популярности в социальной сети, актера одного хита заметили телевизионщики. Спустя некоторое время ему поступил звонок с предложением исполнить в сериале ту самую заветную роль. На протяжении нескольких часов специалисты накладывали ему максимально натуральный грим. Затем новоявленную звезду пригласили на съемочную площадку. Возможно, уже скоро мы увидим Джона на больших экранах. Правда, судить о его актерских способностях пока что рано. Но респект парню за то, что он доказал. При желании все получится. Даже таким нетривиальным методом. Перейдем к разработкам из мира виртуальной реальности. Я бы сказал, что на этой неделе инженеры в буквальном смысле шокировали общественность своей новой разработкой. В мире появится VR-гарнитура, которая убивает игрока, если он погибает в игре. По мнению авторов, только угроза серьезных последствий может сделать игру по-настоящему реальной. Однако без паники. Игроманам не грозит опасность. Хорошая новость заключается в том, что такая разработка не поступит в продажу. Скорее всего, просто волна хайпа и хорошо спланированный пиар компании разработчика. Выдыхаем. А вот хорошими разработками делятся российские ученые. Наши специалисты научили нейросеть определять настроение пользователя по тону переписки. Виртуальная система в специальном приложении анализирует переписку с другими людьми. Технология поможет преодолеть приступ гнева или тревожности, а также предупредить выгорание. Приятный бонус. Если вдруг система заметит, что вы сильно напряжены, то нейросеть сможет сама поменять цветовую температуру и уровень освещенности помещения для улучшения настроения человека. Читайте, что теперь психолог у вас в кармане. Ничего себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла. Кстати, в виртуальной реальности теперь можно потрогать что угодно, словно наяву. Ученые создали устройство, которое имитирует ощущение от прикосновений к твердым поверхностям. Оно представляет собой две перчатки и рюкзак. Каждая перчатка включает в себя 135 приводов, прикасающихся к той или иной части руки, которая контактирует с игровым предметом. Приводы начинают движение с помощью сжатого воздуха, подающегося из рюкзака. С помощью такого набора можно потрогать все, что угодно, хоть прикоснуться к вершине самой высокой горы. Однако практическое применение такая вещь найдет при разработке метавселенных и совершенствовании сценариев взаимодействия со специальным оборудованием. Кто знает, может быть через пару мгновений инженеры снова нас удивят своими разработками. Да так, что прикоснуться можно будет и к предметам с вашего экрана. Но уверен, что такого дома точно не поймут. 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день признано напоминать об этом заболевании, координировать усилия врачей по всему миру по борьбе. И сегодня мы вновь поднимем эту тему с Евгением Тепловым, заведующим эндокринологического отделения Калужской областной клинической больницы. Добрый день. Здравствуйте. Но вначале максимально общий вопрос. Вот все-таки и день уже специальный придумали с 1991 года. И постоянно про это говорят. И медицина не стоит на месте, а количество больных диабетом растет. С чем это связано? Ну, в основном, это связано с тем, что, в принципе, население планеты Земли, оно стареет. И количество людей старше 40 лет их увеличивается. Поэтому диабет второго типа, который занимает практически 90% от всего пола количества людей с диабетом, это в основном диабет взрослых, как его раньше называли, связан больше с избыточным весом, с неправильным питанием. И, к сожалению, у нас в плане питания в целом у населения не очень хорошие подвижки, скажем так. Вот перед тем, как мы перейдем про вот эти типы и про то, что можно сделать, хотелось бы вот про сам этот день, всемирный день борьбы с диабетом. Как это, что вот какой-то исторический, может, экскурс? Ну, если кратко сказать, вообще диабет известен еще с Древнего Египта. Еще за полторы тысячи лет до нашей эры в папирусах Аберса было описано заболевание. То есть человечество знает давно, давно изучали, но воздействовать на него возможности не было. И вот если совсем кратко, то в конце 19 века по Олиам Лангерганцам при изучении нового микроскопа в поджелудшем железе были определены такие островки скопления клеток, которые назвали островком Лангерганца. Тогда предположили, что они какую-то особую функцию несут, но доказать долго не могли. Через 20 лет немецкий же физиолог Оскар Минковский в попытке доказать, что роль поджелудшной железы в пищеварительном тракте, она немножко переоценена, удалял животным поджелудшую железу экспериментально. И вдруг помощник заметил, что у собаки с удаленной поджелудшой железы на ее мочу слетаются мухи. Определили, что моча сладкая, имеет большое количество глюкозы. И, собственно говоря, дальше были разработки, в том числе не сильно публикуемые в мировой практике, был наш русский физиолог Соболев, который, в принципе, доказал, что если перевязать просто проток, который выделяет сок, то в некий секрет прудшой железе остается. Но у него возник конфликт с руководителем, он не смог эту работу довести до конца, потому что, возможно, это был 1901 год, возможно, Россия, еще Российская империя бы явилась чемпионом и пионером в развитии именно выделения диабета. Но позже, уже в 1921 году, Фредерик Бантинг с коллегами в лаборатории в Канаде непосредственно закончил работу Соболева и открыл, выделил и практически применил в начале января 1922 года инсулин, собственно говоря. И это был огромный прорыв, там была прямо настоящая гонка. Благодарность Фредерику Бантингу, который родился 14 ноября 1891 года, через 100 лет этот день сделали Всемирный День Борьбы с диабетом. Вот, откуда, так сказать, ноги растут. И вы сказали, вот, ключевое слово, наверное, при разговоре о диабете, это инсулин. И вот новость вчера, от 13 ноября, что в аптеках резко, вот в третьем квартале, резко вырос спрос на инсулин. Я так понимаю, что это связано больше с опасением людей, да, что могут быть какие-то перебои, санкции, ну, все вот это вот. А насколько Россия обеспечена инсулином, потому что это критически важный, да, препарат, насколько стоит бояться и нужно ли уже закупаться всем? Ну, ситуация обстоит следующим образом. В Российской Федерации есть несколько заводов по производству инсулина. Это как заводы собственные, которые полностью имеют полный цикл производства, от выделения, собственно говоря, молекул до готового препарата. Так и есть заводы импортных компаний, которые производят, ну, почти по полному циклу. Вот один из заводов расположен у нас в Грабцево. Это инсулин, завод компании «Ноонордиск». Сама субстанция завозится из-за рубежа. Субстанция там, насколько я вот, последний мой контакт был с представителями завода, на несколько месяцев еще есть абсолютно точно. И она, логистика определена, она не включает в себя страны Европы. Мы не должны бояться, что инсулин пропадет. На сегодняшний момент возможности завода таковы, что может обеспечиться не только вся Российская Федерация. Поэтому инсулины есть, инсулины будут. У нас есть варианты и на случай разных нештатных ситуаций. Ну, а действительно, так как у нас есть у людей некое недоверие к органам власти, возможно, вот они решили как-то... У нас сейчас скупают гречку, инсулин. Упредить ситуацию, в таких действиях создание каких-то чрезвычайных запасов необходимости на данный момент нет. А вот вы мне за кадром сказали, что два типа диабета, со вторым все понятно, это чаще всего ожирение, неправильное питание, с первым все сложнее. А вот как понять, допустим, мне, к примеру, что у меня могут быть какие-то признаки? Есть ли какие-то такие индикаторы, на которые следует обратить внимание? Ну, раньше эти типы диабета называли диабет молодых, диабет пожилых. Вот диабет первого типа, или как его раньше называли, диабет молодых, это в основном детский молодой возраст, очень быстрое начало заболевания, человек резко худеет, у него резко появляется жажда, он начинает вставать ночью в туалет по-маленькому, и ситуация развивается достаточно быстро, и человек может узнать о своем новом заболевании, в принципе, в реанимации даже. И тут, как правило, долго все не тянется. При втором типе диабета, или как его называют, диабет пожилых, то есть первый тип, он связан с тем, что инсулин перестает вырабатываться в жульшей железе. Единственный способ лечения – это заместительная терапия инсулином. То есть нет инсулина, мы его вводим извне. Вот. Второй тип, он развивается годами, исподволь, и первое, что обычно у человека возникает, это изначально, ну, либо большой, либо стабильно большой, либо увеличение веса. В дальнейшем с весом может быть разная динамика, иногда люди резко худеют, и у них тоже выявляется диабет, но это диабет второго типа, который может лечиться не только инсулином, но и таблетированными препаратами. На сегодняшний момент у нас очень большой спектр этих препаратов, есть клинические рекомендации, по которым работают врачи. В принципе, все достаточно определено. То есть самое главное отличие – это быстрота, динамика развития и динамика веса. Ну и в этом случае, наверное, как всегда, ключ в здоровом образе жизни и, собственно, в правильном питании. Не запускать. Да. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Ну а мы двигаемся дальше и поднимаем настроение вместе с Димой Родионовым. Фильмы, которые точно поднимут настроение. Привет. Наступают холода, и как следствие, все живое впадает в анабиоз, а некоторые еще и в экзистенциальный кризис. Впрочем, в этом тоже есть свои плюсы. Переосмыслив существование, мы можем найти в этих мыслях решение всяческих проблем, в том числе и тех, что нас в это состояние погрузили. Главное – иметь понимание, как в этих мыслях разбираться. Сразу скажу, что делать это лучше с помощью чужого опыта, воплощенного в искусстве, а именно в кино. Как раз для таких случаев у меня есть подборка из трех фильмов, которые и покажут, как себя не стоит вести, и чего делать не стоит, ну и, возможно, вдохновят на свершения какие-нибудь. В общем, внимание на экран, я сейчас все расскажу. Начать, пожалуй, стоит с новинки от режиссера Эдуарда Бардукова под воодушевляющим названием «Я буду жить». И это история про женщину-самаритянку, а таким, как известно по жизни, ой, как нелегко. Героиня фильма по имени Алла работает репетитором и продолжает тащить на себе всю семью, включая бывшего мужа. С проблемами самой Аллы никто не считается. На помощь женщине приходит шоковая терапия. Алла оповещает всех о своем смертельном заболевании, полностью меняет образы цели и постепенно начинает чувствовать настоящую жизнь. Режиссер картины Эдуард Бардуков экранизировал уже 12 историй, посвященных теме борьбы и преодоления посредством переосмысления ценностей и грамотной расстановки приоритетов. Например, в 2016 году он снял фильм «Военный фитнес» про военного с аллергией на женщин, ставшего фитнес-инструктором. А через два года показал и рассказал, как две саблистки борются за олимпийскую медаль. Вообще, тема спорта и преодоления, в том числе внутренних барьеров, «Красной линией» проходит практически через все фильмы Бардукова. Ну, потому что он сам, бывший спортсмен. Спорта в чистом виде нет, разве что в его первых и в его последней работе «Я буду жить». Зато там есть хорошая крепкая история, драма, комедия, ну, в общем, жизнь. Ты так себя никогда не вела. Это же твоя дочка. У тебя что, ПМС? У тебя что, клемица? Мультиформная глиобластома. Что бы мы могли сделать, чтобы появился хоть какой-то шанс? Вы бы могли продать свои квартиры? Параллельно можно поискать в афишах места, где в ноябре в прокат вновь выпускают классику от Педро Альмадовара «Женщины на грани нервного срыва» про актрису, брошенную любовником, встретившую его жену и сына, обманутую адвокатом и с подругой-террористкой. Короче, в прямом смысле на грани нервного срыва. Но нашедшую-таки выход из ситуации. В Калуге фильм 1988 года про, возможно, для кого-то актуальные женские проблемы можно посмотреть в ИКЦ. Если комедии не интересуют, а хочется что-то пожестче, можно поискать билеты на новый фильм с Мелом Гибсоном, которого ранее выперли из всех проектов, якобы за расизм, и он вынужден теперь, как Николас Кейдж и Брюс Уиллис, продавать себя для очень странных фильмов, таких, как, например, драма-триллер в эфире про радиоведущего, которому в эфир позвонил злодей, злодей по классике угрожает семье героя, герой ведет в прямом эфире радиопереговоры, потом приезжает полиция, злодей продолжает ставить условия, герой продолжает соблюдать их, и в конце что-то происходит. Что именно можно понять по вот этим репликам. Из этого получится крутой фильм. Как думаешь? Сценарий слабоват. В эфире это такой мужской фильм-монолог, стартующий с вопроса, что же я сделал не так, и как мне это исправить, и превращающийся в я-герой, я всех спасу. Те, кому понравился коллектор 16-го года с Хабенским, оценят. Ну и напоследок сказка о женщине, у которой все есть, и ей ничего не нужно, ибо ей и так хорошо, или нехорошо от того, что у нее все есть и ничего не нужно, и она даже не задумывается о том, чего бы ей хотелось, или задумывается, но ей становится нехорошо, и она перестает задумываться о том, как можно было бы лучше, ибо зачем ей так хорошо. А вообще она ученый человек, ездит по конференциям, изучает нарративы, историю, мифы и ни в чем себе не отказывает. И вот на одном из базаров в Турции она покупает стеклянную бутылку. Таким незамысловатым способом в жизнь счастливице в исполнении великолепной Тильды Суинтон входит Идрис Эльба в роли Джина и предлагает женщине воплотить в жизнь три ее желания. Только вот загвоздка в том, что желаний-то у героини нет, и Джин начинает рассказывать свою историю судьбы. «Три тысячи лет желаний», фильм называется именно так, снят по рассказу британской писательницы Антонии Байетт, «Джин в бутылке из стекла соловьиный глаз». На экраны произведение перенес Джордж Миллер, который, как известно, может снимать не только истории про безумца на тачках в пустыне, но и милые семейные мультики «Я про делай ноги» и «Бэйба». Новая сказка получилась впечатляющей визуально, но не очень устроила зрителей повествованием. Вышедшая в мире в мае, картина не окупилась в прокате. В России премьера фильма состоялась 8 сентября. На сегодня все. Размышляйте, вдохновляйтесь и смотрите хорошее кино. До встречи. На сегодня действительно все. Смотрите хорошее кино и, конечно, смотрите «Утро первых» в эфире Ника ТВ. Каждый день по будням с 7 до 9 утра в прямом эфире. А также подписывайтесь на наши социальные сети ВКонтакте и в Телеграме. Там, кстати, публикуются новости и проводятся розыгрыши. Ну а я прощаюсь с вами. Отличного вам понедельника. Пока.